США сейчас создают новый военный пакт против Путина со странами Севера на Европу. И вопрос мой прозвучит так. Вот вы все-таки человек опытный. Они хотят, чтобы победила Украина, и они хотят оттянуть время, понимая, что нападение на Европу неизбежно, и нужно готовиться, подготовиться. Да, в принципе, и то, и то. Понимаете? И то, и то. Они же не скрывают своих целей. Я упоминал Линдси Грэм, который сейчас почему-то начинает больше всех кричать про связь мексиканской границы с военной помощью Украине. Он, когда приезжал в Киев, он так ведь и сказал. Он прямой прямо об этом сказал, что пока русские гибнут на фронте в Украине, для нас-то, американцев, это хорошо. Но он в другом контексте сказал. Потом пропаганда это разнесла, что русские гибнут, это замечательно. Но он говорил о другом, о том, что это фактор сдерживания. Война в Украине, где увязывала российская армия. Действительно ведь так. А как? Что, по-другому, что ли? А что здесь по-другому? Ну, так этот долг платежом красен. То есть, в данном случае Украина будет столько сдерживать, сколько вы предоставите оружие, военной помощи и всего остального. Если уж цинично смотреть на эту ситуацию, дайте нам достать оружие для того, чтобы у вас появилось время, ребята. Ну, это раз. А во-вторых, разумеется, они сейчас заложники до известной степени, американский эстеблишмент, поддержавший. И, кстати, республиканцы тоже. Все же они приезжали в Украину, в Киев. Их принимали на высшем уровне. Они заверения делали о безусловности поддержки Украины до победного конца и так далее. Нельзя по ходу это изменить. Потому, что свое общественное мнение спросит. Погодите, а зачем же вы тогда вообще начинали это все, если вы не готовы последовательно продолжать эту помощь? Ну, это же нелогично. Поэтому они не могут позволить себе отстраниться, то есть, дать проиграть Украине. Потому, что это же прямой упрек им будет адресован. А зачем вы все это делали-то? А зачем вы начинали? Ну, сдали бы Украину с самого начала. Но если вы, так сказать, весь 22-й год активно поддерживали, потом началась вялость какая-то в 23-м году, так а что же вы хотите? Но это может отразиться и на их политической биографии, и вообще на репутации. Так что, нет, я не считаю, что Украину собираются бросить и так далее, это все ерунда, но все по-разному понимают эту победу, вот в чем все дело. В Украине, понятно, ее понимают, как прежде всего освобождение оккупированных территорий, всех 100% до границы 1991 года. В американских кругах, скажем, республиканских, ее, так сказать, где-то гипертрофировано, где-то вариативно воспринимают, как нанесение большого ущерба российской армии так, чтобы она не могла воевать. Они же так об этом и говорят. Чтобы настолько она... Там даже Вэнс, вот этот вот сенатор, который выступает, который, в общем-то, антиукраинский выступает, в общем-то. Говорит, а так а что, зачем нам вообще помогать? И так опасности от российской армии никакой, она вся, значит, в***чена ее профессиональная часть в Украине, и украинцы уже, типа, свою работу сделают. Тоже цинично все, но так и погодите, а вы что, хотите, чтобы украинцев взяли в полон и их заставили воевать против этой Европы и вашей Америки? Ну, они вам показали, как они воевают. То есть, тут логика такая. Ну, вот, и внутри республиканской партии, я повторяю, там есть трамписты, вон, кстати, Вэнс к ним относится, есть умеренные, есть вообще антитрамписты, но такие, которые не меньше изоляционисты и не меньше эгоисты политические, чем там сам Трамп. Вот. Ну, и вплоть до демократов, которые понимают победу, как договориться с Путиным на каких-то приемлемых условиях, вот они так понимают победу, мы же суверенитет сохранили, смотрите, могло бы не быть Украина, а она есть, да, 80%, ни 100% территории, ну, так это же все равно результат. Эти по-разному понимают победу, поэтому в их логике, допустим, замереть и оставить все как есть, там, вот, хотя бы на той линии фронта, которая сложилась к настоящему моменту, к, там, началу 2024 года, в принципе, могут считать и записать себя как победу, я скажу сюда, выборов ноября 2024 года в Америке, вот, но для Украины, естественно, здесь нет вариантов, потому что, а, хорошо, а если согласиться с этим 20%, что же тогда люди на оккупированных территориях, а за что же погибли те, кто пытались эти территории отвоевать, хотя бы даже хоть контрнаступлением летом, осенью 20-го года. Они ставят себе такие вопросы, потому что, смотрите, это же объясняется их внешней политикой. Демократы очень озабочены своим влиянием во внешнем мире и поэтому... Ну, да, глобальными. Важный момент. Для республиканцев, которые нацелены на изоляционизм, Украина – это что-то, что 10 тысяч километров. И если с Путином договорится, потому что он больной на голову, то и ладно, и, собственно говоря. Ну, типа, да. Как-то так. И мне кажется, что вот эта вся ситуация, Марк, она толкает Путина вот к этим новым заявлениям о том, что Россия была гарантом территориальной целостности Украины. Так что? Потому что Польша, Венгрия, Румыния только так и мечтают, чтобы быстро ее растерзать и схватить по куску и убежать и так далее. Они же об этом заявляют все чаще и чаще. Ну, да. Мы были гарантами. Пока мы были, пока мы с вами дружили, дескать, Украина была. А так они вообще сейчас разберут, как игрушку, и все. Ну, очень интересная логика. Значит, они понимают гарантии только в свою пользу, потому что стратегия этих гарантий, по сути, была направлена на поглощение Украины, а не на что другое. Ну, как бы вот из логики того, что происходит, потому что, не говоря уже с 2014 года, там вообще все ясно. Взяли, отобрали Крым. А там про 22-й не говорим, и так все ясно. А даже до этого все эти препирательства, продавливание, значит, пролонгация договора о Черноморском флоте, все эти на кассе, там, Тузлы и так далее, конфликты. А они для чего были? Вообще не зачем, нужны были. Вам зачем вообще вот это все? Зачем вам Украину? Вам что, мало своей территории? Вы же согласились полностью. Ельцин согласился в 1991 году, когда, собственно, Беловеческое соглашение подписали в тех же границах, которые и пришли к заключению. Вот какие есть на тот момент границах, такие и будут, других не может быть. Вы приняли, так сказать, послов, вы подписали соглашение, вы с Украиной огромное количество соглашений заключили, признавая ее и территориальную целостность в том виде, в каком она была в 1991 году, и, так сказать, суверенитет ее полностью признавая. Где, в каких соглашениях между Украиной, Киевом и Москвой сказано об ограничении этого суверенитета? Где, на что вы опираетесь? А если это не международные права, а по понятиям? Ну, так по понятиям тогда далеко можно зайти. Знаете, и война так идет, мягко говоря, больше по понятиям. Поэтому Путин это поднимает сейчас, потому что, несмотря на эйфорийку некоторую, которая у него есть в связи с тем, что контрнаступление ВСУ не добилось намеченных целей, он все-таки понимает, что сил-то не хватит. Даже вот ты полстраны России мобилизуй, ну, что ты будешь? Украину оцепишь колючий проволок, ну, каждый день там будет, мы же понимаем, что будет. Будут убивать, 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 убивать из-за спины, из леса, откуда угодно, взрывать будут. Ну, то есть, это нереально удержать Украину в том виде, в каком она есть. Нужно сейчас просто убедить Запад, чтобы он отказался от Украины. Она в этом состоянии будет существовать какое-то там время и так далее. Все направлено сюда, что мы вот гарантом, будучи выступая, это зона наших интересов. Это бывшая СССР, это славянское крупнейшее восточноевропейское государство, которое мы не отпустим никаким образом. Мы были гарантами, мы будем гарантами, а если не будем гарантами, просто ее захватим. Это понт, который необходим для того, чтобы Запад отказался и от интеграции Украины в НАТО, ну, и в качестве того, в ЕС, и вообще как бы отпустил Украину под протекторат Москвы. Другого тут варианта я и объяснений не вижу. Может быть, даже где-то он прокидывает удочку, что вам нужен какой-то кусок, вы заберите себе какой-то кусок Украины, там, Западную Украину, окей, это бывшая там Австро-Венгрия, ради бога. А вот все остальное, основную, центральную, левобережную и всю остальную Украину мы заберем как бы под свой контроль. Вот все эти заявления направлены на утверждение именно этого. Их тезисы, на то, чтобы с этим согласился, прежде всего, Запад. А, да, они инеративы пропихивают, и все. Ну, типа, да, вот, типа, мы будем воевать до упора, пока вы не согласитесь с тем, что Украина никуда не пойдет. Ну, а какой другой еще тут месседж может быть? Субтитры сделал DimaTorzok